Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале экзегет сегодня начинаем читать книгу пророка Малахии. Книга Малахии последняя в составе единой книги 12 малых пророков. Ей завершается, этим текстом Малахии, завершается вся книга 12, и не только книга 12, но и вообще корпус всех пророческих писаний Ветхого Завета, Танаха. Книга эта небольшая, основная ее тема — это обличения, которые здесь от лица Божия произносятся в адрес общины храмовой возвращенцев из Вавилонского плена. Время ее написания, основной части этой книги — это приблизительно конец VI, но, скорее всего, даже V век, то есть эпоха, когда храм уже был отстроен, в нем совершались жертвоприношения, эпоха, последующая персидская эпоха, но время не сразу после возвращения пленников, а время приблизительно может быть эпохи Неемии, Нехимия. Вот о положении народа храмовой Иерусалимской общины в то время мы как раз читаем в книгах Ездры, ну и особенно в книге Неемии. Книга Неемии, она является основной частью книги, единой книги Ездры Неемии. Также мы читаем об этом в книгах послепленных пророков Агея и Захарии. Книга Малахии написана несколько позже книг Агеи и Захарии, потому что здесь уже мы по некоторым намекам понимаем, что храм отстроен и совершаются регулярные жертвоприношения, религиозная жизнь, священники, жертвоприношения. В оригинале, в еврейской Библии, эта книга называется Малахи. Малахи — это значит «мой ангел», «мой посланник» или «мой вестник». Малах — это «ангел» на еврите, а Малахи — это «мой ангел», «мой посланник», «мой вестник». Ученые приходят к выводу, что, скорее всего, автор этой книги аноним, и вовсе такого пророка с таким именем не было, такое имя действительно нигде больше не встречается. Малахи — это «мой ангел». И делают это также на основании первого стиха третьей главы. «Вот я посылаю ангела моего», — это говорит Господь. «Вот ангела моего», — Малахи, попадает в заглавие этой книги. В арамейском торгуме поясняется, что этим самым божьим вестником, божьим посланником Господним является Ездра. Арамейская парафраза, торгум, говорит, что «ангел Господень» — это Ездра, посланник Господень. Книжник Ездра — известный нам деятель послепленной эпохи. Мы будем читать эту книгу, главу за главой, и посмотрим, насколько же она удивительно, интересна, особенно две заключительные главы, третья и четвертая, очень актуальны для нас. Начинается так. «Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию». Малахи. Слово Господне — это пророческое слово. Вернее так, пророческое слово — это слово Господне. Никогда, говорит послание Петра в Новом Завете, второе послание, никогда пророки не произносили слово самих себя, по воле человеческой, но пророческое слово не произносилось по воле человеческой, но произносили его святые божьи человеки, будучи движимы духом святым. Они произносили слово Господне, поэтому они вестники, посланники, посредники, чтобы передать людям божественное слово. «К Израилю» здесь говорится. Вот это пророческое слово здесь, в еврейском тексте, в оригинальном, — это «маса». «Маса» от глагола «нун син алиф», слово, которое означает «подымать», глагол, корень «подымать». От него слово «маса» — какой-то груз, какая-то тяжесть. Пророчество — это очень тяжелое здесь, обличительное, тяжелое пророчество, словно какой-то груз. Не раз мы встречаем именно это слово «маса» в начале пророческих книг, пророческих речей. Почему? Ученые говорят, что это можно выделить даже пророчество, начинающееся с этого слова, в отдельный пророческий жанр в пророческой письменности. Много жанров, некоторые из них характерны и для других разделов Танаха. Некоторые используются только в пророческой письменности. Вот, в частности, жанр «маса». Итак, вот это «маса Господа к Израилю через Малахию» — такой заголовок. В чем же эта «маса», это пророческое слово, состоит? Дальше начинается прямая речь самого Господа. «Я возлюбил вас, — говорит Господь. Обращение ко всему израильскому народу после пленной эпохи, к остатку Израиля, возвратившемуся в святую землю. «Я возлюбил вас, — говорит Господь, — а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исаф Иакову, — говорит Господь. И однако же я возлюбил Иакова, а Исафа возненавидел и предал горы его опустошению и владению его шакалом пустыни». Известное место, цитируемое впоследствии в Новом Завете. В послании к римлянам апостол Павел цитирует это место. Следует сказать, что любовь и ненависть здесь, ну и в целом в Священном Писании Ветхого Завета, в Еврейской Библии, это не столько область чувств, сколько область сфера действий. «Господь облагодетельствовал Иакова и его потомков и не облагодетельствовал Исафа и его потомков». «Господь избрал Иакова, но не избрал Исафа». Этого вот избрания и неизбрания, облагодетельствования и необлагодетельствования здесь передаются словами, очень такими сильными словами, как «любовь» и «ненависть». «Любить и ненавидеть» глаголами. «Возлюбил», «возненавидел» — это не значит, какое-то чувство ненависти Господь питает к Исау, это значит просто, что его выбор, выбор Господень, он направлен в сторону Иакова, а не в сторону Исава. И священную историю мы читаем, читаем книгу «Бытия», и дальше священную историю. Мы видим действительно, что Исав пренебрег первородством, а Иаков как раз очень дорожил этим самым первородством. Он купил у своего брата-близнеца Исава, Иаков купил это первородство, а Исав этим первородством пренебрег, пренебрег тем самым Божьим благословением. И поэтому Господь все благодеяния дает и Иакову, а не Исаву. Исав, от него происходит народ Идумеи, и очень нехорошо себя эти самые Идумеи вели, себя, когда вавилоняне захватывали, разрушали Иерусалим, они говорили «Ару, ару, адга, есот, ба, разрушайте, разрушайте до основания его этот город Иерусалим». Злорадствовали. И потом, впоследствии, когда началась долгая эпоха изгнания израильского народа из святой земли, когда Иерусалим лежал в развалинах, когда не было у Израиля собственного государства, не стало, вот в этом шестом веке, происходила медленная, но упорная инфильтрация вот этих самых Идумеев, потомков Исава в пустыню Негев, к берега Мертвого моря, и дальше они продвигались в область центральной, в центральную часть Палестины. Небратские, недружественные отношения были между ними. «Ненависть и злобу питал Исав к своему брату Иакову», то есть к Идумеи питали к иудеям. «А Исава возненавидел и предал горы его опустошению и владение его шакалом пустыни». Горная южная часть на юг от святой земли, владение Эдома, владение Исава, вот Господь их предает опустошению. Не раз опустошался Исав, конечно, тоже могущественными армиями, могущественными государствами, и поэтому к какому конкретно времени относятся опустошения, которые здесь упоминаются, мы не знаем, таких опустошений было несколько. В пустынях водятся шакалы, и вот когда во дворцах, в домах дикие звери ходят, бродят, то это следствие большого военного опустошения. «Если Эдом скажет, мы разорены, но мы восстановим разрушенные, то Господь Саваов говорит, они построят, а я разрушу, и прозовут их областью нечестивою, народом, на который Господь прогневался навсегда». Где сегодня эти идумеи? Вот Ирод Великий был идумеянином. Где сегодня этот народ? Нет этого народа, потомков Исава. Они давно ассимилировались, растворились среди других народов. А потомки Иакова есть и пребудут. Это Израиль Божий. «И увидят это глаза ваши», — вращается Господь к своему народу, к народу израильскому, «и вы скажете, возвеличился Господь над пределами Израиля». Когда люди станут очевидцами наказания Эдома, они увидят, что через это наказание Господь возвеличился над пределами, над границами Израиля, над Святой Землей и над народом. Дальше следующая тема 6 стиха. «Сын чтит отца». Дальше начинается критика в адрес Израиля. «Сын чтит отца и раб Господина своего. Если я Отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною? Говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящее имя мое». Критика в адрес священников. Священники недостаточно ревностно служили Господу. Может быть, они жертвы приносили, конечно, правильно и вовремя, и те, которые надо. Но не всегда они учили народ закону Господнему. Дальше будет звучать критика этого нерадения священника в том, чтобы учить народ закону Божьему. Ну и нерадели они и о жертвах тоже, конечно. Об этом мы тоже дальше прочитаем. Не всегда они приносили Богу в жертву то, что угодно Господу. Приносили негодные жертвы. Жертвоприношения и Слово Божие. Вот те две области, в которых должны проявлять священники были усердие, но не проявляли в этом, не родили в этом. Отец Господь, Бог — это Отец Небесный для верующих. Не случайно слова молитвы Господней, которые передал нам Господь Иисус, начинаются так. «Отче наш, сущий на небесах». Отец наш, который на небесах. Так мы обращаемся к Богу. Мы не только рабы, но и дети Господни. Здесь и отец, и господин, и сын, и раб. Господь задает справедливый вопрос. «Если я отец, то где почтение ко мне? Родителей же надо почитать. Чти отца твоего и матерь твою, дабы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Если израильтяне хотят, чтобы поколение за поколением они жили в земле обетованной, они должны, новое поколение, проявлять почтение к своим родителям. Вообще, как дети чтут своих родителей, так их дети, в свою очередь, будут их почитать. Это закон. «Бесславят священники имя Господне Коганим. Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб, и говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите трапеза Господня, не стоит уважения». Вряд ли священники прямо там говорили, но они своим действием как бы так говорили, выражали. «Не стоит она уважения трапеза Господня». «Жертвенник Господень». Куда поставляются хлебопредложения каждый день? Хлеб не был достаточно освященным, то есть не были соблюдены условия его святости, этого хлеба не был этот хлеб сакрализован, поэтому нельзя какой попало хлеб Господу приносить в качестве хлебного приношения. Хлеб должен быть особый, чистый, особый хлеб из тонкой пшеничной муки, и все другие условия должны быть соблюдены. Никакой татарам, третий сорт со трубями. «И когда приносите в жертву слепое», речь идет о животных, «не худо ли это?» «Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это?» «Поднеси это твоему князю, будет ли он доволен тобою, и благосклонно ли примет тебя», говорит Господь Саваоф. Суровая критика в адрес священников иудейских. «Вот в этом они не были ревностны, то есть допускали принесение в жертву животных нечистых, то есть слепых, хромых, больных. «На тебе, Боже, что нам не гоже», такая русская поговорка. «Нельзя приносить Богу то, что тебе не нужно. Богу приносится лучшее из всего, лучшее из твоих стад, лучшее из твоего урожая» и так далее. «Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал нас». Похоже, это уже слова пророка, потому что здесь местоимение «мы». Пророк взывает к народу, к священникам. «А когда такое исходит из рук ваших, то может ли он милостиво принимать вас», говорит Господь Саваоф. А вот здесь опять прямая речь Господа. «Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодно мне». Приношение должно быть от всего сердца. Самое лучшее человек должен взять у себя, от себя отделить и отделить для Господа, освятить. Кстати, освятить, этимологически, вот этот корень освящать, Кув Далитшин, он как раз содержит в себе идею отделения. Что-то из вещей или существ профанных, житейских, отделяется для Господа, сакрализируется и уже не является чем-то, становится не профанным, а священным. Вот, например, животные. Да, это такие же животные, выросшие в том же стаде. Но берется лучшее животное из этого стада, отделяется для Господа, посвящается, сакрализируется. Глагол «ликдош». «Ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами». Вот здесь пророчество приобретает эсхатологическое значение, эсхатологическую свою широту, перспективу, и охватывает уже все народы, говорится о будущем здесь. Звучит критика в адрес настоящего, и вдруг сквозь нее прорывается пророчество о будущем. «От востока солнца до запада велико будет имя мое, примарич Господа, между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени моему, чистую жертву. Велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф». Это уже новозаветная тема. «И не на Горесии, говорит Христос Самарянке в Евангелии от Иоанна, то есть не там, где горы Ефремовы, и не на Горесии, и не в Иерусалиме, а на всяком месте будут истинные поклонники, ибо таких поклонников ищет себе Господь. Будут поклоняться Богу». Вот и все народы. Когда-то наступит тот день, когда не только в тех странах, где есть христианская церковь, «но по всему лицу земли, по всей вселенной, все народы единодушно и каждый человек будут чтить имя Господне и фимиам молитвы свои возносить ко Господу». И не будет уже ни верующего человека, и не будет человека безбожного, не будет человека, почитающего иных богов. Все народы единодушно будут славить Господа. Вот осуществление этого пророчества начинается со Христа, с Нового Завета. И вот продолжается. Но пока еще это пророчество недостаточно осуществилось. Но когда-то наступит день, и в Царстве Божьем оно осуществится полностью. Дальше опять критика в адрес священников израильских, иудейских, потомков Левия и Аарона. «А вы хулите его тем, хулите имя Господне, тем, что говорите. Трапеза Господне не стоит уважения, и доход от нее пища ничтожная». Священники и левиты питаются от жертвенника Господня. Ну, вот тут они уничижают этот жертвенник Господень, говорят. Трапеза ничтожная, доход от нее, пища ничтожная. И тем самым они хулят имя Господне. «Хилюляшем», осквернение имени Господнего, они тем самым совершают. «Притом, говорите, вот сколько труда». Действительно, это труд, труд большой, правильно, точно и свято приносить Богу служение. Но этот труд очень почтен, и нет ничего более почетного, чем этот труд быть рабом Господнем и служить Господу. А они говорят, сколько труда мы потратили, и что, где наше богатство, где наши дворцы, набитые добром. Служитель Божий должен служить Господу не за оплату, а от всего сердца. Да, питается священник от жертвенника, но служит не ради этого пропитания, а служит Господу от сердца своего, искренне. Так должно быть, но так не было, и поэтому пророческая книга критикует такое положение дел. «Пренебрегаете ею, — говорит Господь Саваоф, — и приносите украденное, хромое и больное, и такого же свойства приносите хлебный дар. Могу ли с благоволением принимать его из рук ваших, — говорит Господь». Нельзя приносить Богу, украденное тем более. И хлебный дар, человек украл булочную, буханку хлеба и тащит церковь на панихиду. Нельзя, — говорит Господь. «Проклятол живый, у которого в стадии есть неиспорченный самец, и он дал обед». Бывают жертвы по обету. «А приносит жертву Господу поврежденное». Там хромое, слепое, больное, скотинку. «Ибо я царь великий, и имя мое страшно у народов». Опять тема народов, как в 11 стихе. «Народы убоятся, поэтому устыдитесь, священники иудейские. Народы вас должны уйти устыдить, которые с большей ревностью будут служить Богу, чем вы». «Проклятол живый человек, называется лжецом, тот, кто пожалел лучшего самца из стада для принесения в жертву Господу, а отдал, выбрал что-то поврежденное, поврежденную скотину, чтобы принести Господу». Нельзя Господу это приносить. Господь — великий царь, отец и царь, и владыка, и хозяин всего и всех. Поэтому ему нужно приносить лучшее. И князю, говорит, пророческая книга, ты не принесешь, что попало, а то он тебя в зашею выгонит из своих хором, если ты придешь с подарком, который негодный совсем подарок. «Тем более ко Господу, насколько Господь выжен выше всех князей, он царь царей и князь князей, поэтому ему нужно приносить лучшее». Запись сделана для библейского портала «Экзегет». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!